МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Происходит поэтапный перевод общежитий и потом по договорам социального найма предоставляется жителям. Это тоже один из путей. Ну и строительство нового жилья. Это точечная застройка, вы видите, вот в новом районе несколько домов таких есть. Это вещи, связанные с 1А, 1Б, хотя там на сегодня несколько строительств заморожено. Микрорайоны 1А и 1Б – это территория за седьмой школой. Сейчас на этом месте лес. Проект планировки этой территории обошелся бюджету Сарову в 12 миллионов рублей. Возведение нового жилья только в планах. Пока в том месте идет строительство новой детской поликлиники. Ее собираются закончить к концу следующего года. В 2021 году будут сносить гаражи для строительства дороги к зданию. Также Александр Тихонов рассказал о реконструкции стадиона седьмой школы. Существуют нюансы, которые задерживают освоение денег. Они связаны с разработкой проектно-сметной документации. Администрация начинала с видом капитального ремонта. Затем переведено было в реконструкцию. Реконструкция потребовала государственной экспертизы этого дела. Сейчас, учитывая, что это вещь очень сложная, дорогая, долгая, есть пути выполнения этого по программе благоустройства. В общем, мы попросили и написали письмо с просьбой администрации интенсифицироваться в этом вопросе и предпринять все меры к освоению этих денег в этом году. Много вопросов, казалось, грядущих выборов в городскую думу, запланированных на 13 сентября. Пока информации о переносе нет. Также неизвестно о возможном дистанционном голосовании. Как свой выбор будут делать те, кто будет сидеть на карантине из-за коронавируса, должна решать территориальная избирательная комиссия. Также Александра Тихонова попросили оценить работу депутатов шестого созыва. Не могу выделять депутатов и оценивать, потому что каждый депутат выполняет самостоятельно свою работу и полномочия оценивать депутатскую работу, если только у избирателей. Полную запись пресс-конференции главы города смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24, а также на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Сергей Амелин – отец двух сыновей. Младший с детства имеет инвалидность. По 88-му закону Нижегородской области семья получила в аренду земельный участок площадью 778 квадратных метров на улице Садовой. На нем в течение 10 лет Амелиной должны построить дом. Участок после освоения территории перейдет в собственность семьи. У нас это самое, 42,9 квадратных метров, у нас как бы не хватает на четверых жилплощади, поэтому у нас поставили на очередь. И сын должен подъехать, он у меня в Санкт-Петербурге, и будем уже это планировать, там проект. Ну, будем обращаться к городской администрации, чтобы с проектами как-то нам помогли. В очереди на земельный участок Амелины стояли с декабря 2017 года. Помощь от администрации стала приятной неожиданностью. Появился участок у нас в городе, очень проблематично с участками. И как-то проезжая мимо, комитет увидел, что вот стоит небольшой участок. При помощи и поддержке УКСа мы этот участок поставили на кадастровый учет и распределили в очередь. Вместе с Амелинами на землю претендовала еще одна семья, которая получила субсидию по другой программе. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Сербские ели за год могут вырасти до 35 сантиметров вверх и 15 сантиметров в ширину. Они неприхотливы и устойчивы к переменам погоды и заболеваниям. Прошлую осенью в парке Зернова посадили около 50 таких елей. Этим летом деревья стали чахнуть. Некоторые ели начали засыхать. Возможно, как специалисты сталкиваются с такими проблемами, говорят о том, что просто-напросто при посадке ели не выдержался режим их заглубления. Возможно, были повреждены корневая система самой ели. Это все может приводить к тому, что ель начинает погибать. Также Антон Савин предположил, что при посадке ели их корни находились открытыми дольше 20 минут, что категорически противопоказано в случае с этими деревьями. Чтобы вернуть ели к жизни, сотрудники парка начали их удобрять. Были предприняты попытки по их удобрению, калийно-фосфорными удобрениями. В жару их отливали до не менее 12 литров на корень было вылито. Но, к сожалению, эти попытки пока к результату положительным не приводят. Ели все равно продолжают погибать. В парке засохло уже 4 дерева, но убирать их сотрудники парка пока не торопятся. По словам Антона Савина, ели подлежат вырубке только после того, как специалисты лесного хозяйства признают их погибшими. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Ресторан «Прайм» вновь открыл свои двери для постоянных посетителей и новых гостей. Как и прежде, в уютной атмосфере можно отведать изысканные лакомства от шеф-повара и заказать освежающие напитки. По будням с 12 до 15 часов ресторан «Прайм» ждет с Саровчан на бизнес-ланч с блюдами на выбор по ценам «Прайм-кафе». К услугам гостей обновленное меню, где каждый сможет найти блюда по вкусу. То есть у нас представлены салаты мясные, салаты овощные, крем-супа, которые легкие, есть супы, которые на мясном бульоне. Из горячего есть рыба, курица и мясо. То есть я считаю, что каждому гостю найдется, что выбрать. Дмитрий – частый гость ресторана и кофейни «Прайм». С нетерпением ждал возобновления работы. Для него ланч в «Прайме» – прекрасная возможность провести обеденный перерыв в приятной обстановке, насладиться любимыми блюдами под расслабляющую музыку. Готовят здесь хорошо, неплохо. Выбор достаточно большой. Поэтому сюда идем. На первом этапе выхода из ограничений, на котором все еще держится Нижегородская область, заведения общепита могут работать только с соблюдением норм и правил Роспотребнадзора. Гость, который к нам приходит, должен войти до столика в маске. Это обязательное условие. За столом гости располагаются не более четырех человек. Мы столы оставили на расстоянии безопасном. Поэтому у нас все нормы соблюдается. Антисептики у нас стоят на всех столах. На входе есть маски, на входе есть антисептики. То есть кто-то пришел без своей масочки. Можно без нашего напоминания надеть. Требования, которые власти выдвигают ресторанам, не всегда понятны. Например, не предусмотрены ситуации, когда заведение посещает многодетная семья с маленькими детьми. Кому-то из тех, кто живет бок о бок, под одной крышей нельзя находиться за одним столом. Однако, если клиенты не будут соблюдать правила, ресторан закроют. Между тем, в регионе снижается количество вновь заболевших. Не за горами второй этап и дальнейшее снятие ограничений. Возможно, уже скоро ресторан заработает в полном объеме. Екатерина Апенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Семь отличников, один хороший эстет – это результаты оценок госэкзаменов первых магистрских выпускников кафедры цифровых технологий. Своими оценками выпускники гарантированно обеспечили себе рабочее место во ВНИЭФ. А кто-то из них уже находится на стадии трудоустройства. Прошло собеседование во ВНИЭФ, в новый и созданный институт цифровых технологий. Ну, как кафедра цифровых технологий, да, логично, наверное, пойти по направлению в такой институт цифровых технологий работать. Прошло собеседование, все по-честному, никаких привилегий из-за того, что я закончила эту кафедру, абсолютно не было. Просто возможность показать себя, чтобы руководители заметили. Так прошло собеседование и теперь буду работать там. Некоторым магистрам в институте и вовсе предложили совмещать работу. Утром во ВНИЭФ, а вечером преподавать студентам дисциплину цифровые технологии. Так уже не первый год работает выпускник кафедры Игорь Коньков. Я являюсь преподавателем в техникуме, правда. В институте тоже возможности представляются неплохие. Как в преподавании, так и в работе на этой же самой кафедре. Тут выбор за мной только. Кафедру цифровых технологий открыли в 2018 году на базе физико-технического факультета института. Там ребят обучают широкому спектру дисциплин. Студенты изучают процесс конструирования, проектирования проектов, а также проходят технологическую подготовку. Это дисциплины, связанные с разработкой именно цифровых технологий. Ну и, конечно, вопросы информационной безопасности, они во главе угла стоят. Преподают на кафедре сотрудники Российского федерального ядерного центра, которые участвуют в реализации проектов. И которые, собственно, уже несут не только базовые фундаментальные компетенции и знания, но и фактически практический опыт из тех проектов, которые мы реализуем. В этом году на кафедре цифровых технологий бюджетных мест стало гораздо больше. Теперь 10 студентов могут бесплатно обучаться на бакалавриате, а 16 – в магистратуре. Подать документы на обучение можно двумя способами – дистанционно и очно. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Узнать пароли от личных кабинетов банков и списать деньги со счетов достаточно просто, и пытать человека для этого не нужно. Достаточно убедить его остановить вирусные приложения, с помощью которого преступники узнают всю нужную информацию. Вредоносную ссылку они направляют на электронную почту, замаскировав под рассылку, например, от магазина. Просто так вот нажать, перейти по ссылке – это уже, наверное, не уровень 21 века. Если Вы интернет-пользователь, Вы должны понимать, куда Вы нажимаете, что Вы хотите найти в интернете. Это Вас бережет как раз от кражи Ваших личных данных. Защитит от взлома личного кабинета пароль, который преступникам будет сложно подобрать. Так что, придумывая в очередной раз оригинальное сочетание букв и цифр, подойдите к этому процессу творчески. А не вбивайте фамилию или дату рождения. Еще одна защита от похищения информации – это установка антивирусных программ. Не стоит экономить на антивирусе, потому что Вы, в первую очередь, экономите на своей безопасности. Это в наш век очень важно, так как всем сейчас нужны Ваши личные данные. Всем сейчас нужно смотреть, всем интересно, куда Вы переходите, что Вы смотрите. Все эти данные используются на то, чтобы Вам быстрее продать свои продукты. Все эти данные используются для рекламодателей. 100 человек обзвонили, одного уговорили перевести свои сбережения на счет неизвестных лиц. Примерно так выглядит еще одна схема мошенников по отъему денег. И люди продолжают на нее вестись, так как во время разговора преступники апеллируют к конфиденциальной информации. В 99% случаев это мошенники, которые получили эти данные таким же преступным путем. К тому же сотрудники кредитных организаций никогда не просят сообщать пароли. Если Вам предлагают отменить какую-то операцию, говорят, что у Вас какие-то проблемы со счетом и так далее, не надо продолжать больше никакие разговоры. Положите трубку и перезвоните либо на номер телефона, который находится на обратной стороне карты, либо придите в ближайшее отделение Сбербанка или любого другого банка. Затянувшийся разговор с преступниками стоил одному мужчине почти миллиона рублей. Мошенники убедили его оформить кредит, а потом все деньги перевести на счета неизвестных лиц. Полную запись интервью начальника полиции Андрея Чернышева по самым распространенным схемам мошенничества смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24, а также на канале в Ютьюбе. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Медаль «Золотая звезда», Орден Ленина, Ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Лишь немногие награды, которые получил герой Советского Союза Сабир Ахтямов. Это звание ему присвоили за образцовое выполнение боевых заданий в годы Великой Отечественной войны. Для Саровской дивизии личность Сабира Ахтямовича имеет особое значение. С марта 1952 по июнь 1972 года он был командиром войсковой части 3409. Я прибыл в эту часть в 1974 году начальником штаба. И многие офицеры, которые проходили службу с ним, очень хорошо отзывались с его порядочностью, отзывчивостью, желанием помочь всем, и особенно офицерскому составу. Большая благодарность Сабиру Ахтямову Сабиру Ахтямовичу за то, что он в течение 20 лет и более службы вложил большой-большой вклад в наше соединение. Сабир Ахтямович приезжал в город в 2007 году на празднование 60-летия Саровской дивизии. Герой Советского Союза совместно с другими ветеранами посадил Яблоневый сад. В 2015 году на здании штаба части, которую он командовал, установили мемориальную доску. В комнате боевой славы войсковой части 32-74 Сабиру Ахтямову посвящен отдельный уголок. В витрине указаны, расположены документы, рассказывающие о его жизни, находится его служебная карточка. И там же мы расположили фотографии, которые были сделаны в этот день. Сабир Ахтямов принял участие в посадке фруктового сада, который в настоящее время располагается возле здания гарнизонного клуба и возле здания штаба войсковой части. Зинаида Михайловна прослужила в Саровской дивизии 30 лет. Из них 20 – Сабиром Ахтямовичем. Оба прибыли в наш город в тот момент, когда ученые разработали первую атомную бомбу. Военнослужащие находились в спецкомендатурах, которые охраняли особо важные объекты. Героя Советского Союза называли Сашкой. Зинаида Михайловна с теплом и уважением вспоминает о выдающемся командире. Его часть была отличной частью в Советском Союзе. В СССР. Отлично. И все его солдаты такие были подтянутые, прически, как у командира. Вот когда приходили на прием, они приходили, санитарная часть, приходили на прием его солдаты с такой книгой. Вот я спрашиваю, а кто у вас командир? Ну я знаю, кто и что, а кто командир. Он сразу забывает про свою болезнь, встает по стойке смирно. Командир, герой Советского Союза, Ахтямович Сабир Ахтямович. Зинаида Михайловна с 2005 года поднимала вопрос о присвоении имени Сабира Ахтямова одной из улиц нашего города. И очень рада, что ее мечта сбылась. По словам ветерана, это поможет увековечить и пронести сквозь года память о Герое Советского Союза. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Впервые Елена Зуймач заметила эти грибы в Сарове прошлым летом и сразу забила тревогу. В городе растут ядовитые грибы. В народе их называют сатанинскими. В МЧС ей тогда посоветовали собрать их и выбросить в мусорный контейнер. В этом году боровики пурпурно-розовые вновь появились на газонах. Их легко спутать со съедобными, они очень похожи на белые. И в этом их главная опасность. В семействе боровиков есть и несъедобные виды. Он очень похож на съедобный по форме. Но цвет у него, то есть такая шляпка, как у белого, ножка. Даже некоторые белые грибы с таким оттенком встречаются. Но здесь оттенок очень сильный, желтоватый, коричневатый. Шляпка, ножка с красной такой каймой. И утолщение, самый главный фактор тут. Утолщение на конце ножки, то есть снизу. И очень неприятный запах. Это один из представителей ядовитых боровиков. И с ним надо быть очень осторожным, так как в нем содержатся опасные соединения. Конечно, не в таком количестве, как в мухоморе или поганке, но в достаточном, чтобы нанести вред здоровью человека. Прочитав про свойства этого гриба в интернете, Елена позвонила в Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сотрудники предприняли какие-то меры. Но специалиста, который бы смог определить, что эти грибы ядовитые, в штате организации нет. Они сказали, что три основных правила. Ни в коем случае не собирать в черте города и на промообъектах ни грибов, ни ягод, ничего. Это первое. В лесу собирать только то, в чем вы уверены на 100%, что вы знаете этот гриб. И третье – это следите за детьми. Именно за детей и беспокоится Елена, так как грибы могут их привлечь своей яркой окраской. Да и то, что грибы растут прямо на газонах, тоже удивительный факт и может привлечь любопытных малышей. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Три года космический чайник Софьи Мишалкиной пылился на полках детской школы искусств номер два. Но этим летом девушка представила свою работу на международном конкурсе «Комната моей мечты» в Санкт-Петербурге. Космический чайник занял второе место в номинации «В согласии с природой». Изначально возникла идея сделать что-то, связанное с космосом, потому что все работы, связанные с космосом, в основном такие красивые получаются, неземные. Международный конкурс «Комната моей мечты» проходил в два этапа. Сначала юным дизайнерам предстояло пройти заочный этап, по итогам которого жюри отобрало лучшие проекты. Работы оценивали люди, которые уже сами участвовали в этом конкурсе. Некоторые участвовали в нем 20 лет назад. Они имеют представление, какие работы нужны. И сегодня мы берем с них примеры. В этом году конкурс посвятили чистой линии и экодизайну. Всего за победу боролись более тысячи ребят со всей России. «Все наши работы были посвящены природе. Девочки с отделения дизайн делали кукол. Дети думали, как переработать какой-то материал, сделать из вторичного сырья работу». В номинации «Макет комнаты» третье место заняла Юлия Тюлюпа. А Надежда Жуненко стала обладателем премии «Симпатия жюри». Торжественное награждение победителей и призеров пройдет этой осенью в Санкт-Петербурге. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Восемь веков назад, в 1185 году, было написано слово о полку Игореве. Его первое издание увидело свет лишь спустя 600 лет. Благодаря кропотливой работе графа Мусина Пушкина, слово вышло в 1800 году тиражом в 1200 экземпляров. Позднее произведение привлекало внимание многих именитых художников, писателей и переводчиков. Слово вызывало интерес у многих поэтов, писателей, ученых. Но, однако, лучшим поэтическим переложением слова считается переложение Василия Андреевича Жуковского. Особую ценность на выставке представляет подарочное издание «Слово» из современной коллекции редкого фонда библиотеки. Оно посвящено 800-летию похода Игоря Наполовцев. Иллюстрации первого издания в нем сопровождаются текстами, заимствованные из книги-памятники русской литературы Древней Руси. Это издание, возможно, как раз было книгой, по которой изучал слово Александр Сергеевич Пушкин. Кроме того, это книга-вклад уральских авторов в изучение слова о полку Игореве. Библиотека имени Маяковского приглашает всех желающих на выставку на древней ранней утренней заре. Посетителям расскажут об истории издания слова о полку Игореве и познакомят с иллюстрациями различных художников. Выставка продлится до 4 августа. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Сарова, 24. Участие в международных конкурсах для Дарьи Кварты – привычное дело. Еще до пандемии преподаватель детской школы искусств активно проявляла себя на музыкальных фестивалях. Теперь, когда большинство событий переместилось в онлайн, присоединяться к ним стало еще проще. Это портфолио. То есть ты собираешь разные конкурсы себе в портфолио. То есть, когда, например, тебя на сцене объявляют, то уже говорят, что ты лауреат каких-то либо конкурсов всероссийских, международных. И также для преподавателей это дополнительные баллы на аттестации. Видео с композицией «Ариоза матери» с кантаты Анатолия Новикова «Нам нужен мир» Дарья отправила на несколько конкурсов. На международном фестивале академического вокала «Кантабили» преподаватель детской школы искусств стала лауреатом первой степени. Судьи отметили приятный тембр, хорошее грудное резонирование и выбор репертуара. Председатель жюри прислала отзыв на то, как я выступила. И также всем лауреатам первой степени дается диплом еще дополнительно о том, что вы номинированы на премию, которая состоится в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года. В планах у Дарьи начать преподавание вокала онлайн. По словам педагога, такой формат, конечно, не заменит точных занятий, но позволит ученикам поддерживать и развивать навык в условиях пандемии. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. В этом году построили навес. К осени планируем еще один навес построить. В общем, у нас тут планы есть. Глядя на участок Репинах, трудно поверить, что всего пять лет назад здесь был лес. Теперь дикорастущие растения уступили место культурным. Ровные ухоженные грядки поражают буйством красок. Сразу видно, что хозяйка относится к ним с большой любовью и заботой. И труда в них вложено очень много. Если грамотно распорядиться всего лишь пятью сотками земли, то можно собрать отличный урожай овощей, корнеплодов, фруктов, ягод, а также отдохнуть от городской суеты. Дача – это маленькая жизнь. Для Татьяны Репиной это именно так. Последние годы она не уезжает со своей дачи даже зимой. А летний сезон – это вообще горячая пора для дачников. Только успевая, собирая урожай, да закручивая в банке. Тут душистая малина просится с куста прямо в рот. В теплице молоденькие огурчики манят изумрудными бочками. Капуста уже складывает свои широкие листья в аккуратные кочаны. Яркими тропическими оттенками радуют глаза петунии и лилии. Это уже для души. Всего понемножку. Огурчики, помидорчики, цветочки. Все есть, все хватает. Эксперименты ставлю, выращиваем. И алычу, и абрикоса, черешню. В общем, все выращиваем понемножку. Что-то вырастает, что-то погибает. Но Татьяна продолжает эксперименты. За несколько лет у нее накопился приличный опыт. Что и где лучше посадить, какие семена и саженцы купить. А потом все лето поливать, полоть. Тут плеть огурцов подвязать, там пасынки у помидоров оторвать. И в ответ на такую заботу растения дают отличный урожай. В том году мы сажали в теплице огурцы протунка. Вы не поверите, из пяти зернышек выросло пять саженцев. Не саженцев, а пять растений. Мы собрали около ста ведер огурцов. После работы на грядках можно отдохнуть в тени деревьев. Домашние питомцы, которые преследовали хозяйку буквально по пятам, тут же оказались рядом. Котята забрались на руки, а собака Элька спряталась от палящего солнца под качелями. Настал час отдыха. Наслаждение шелестом лисев и легкими дуновениями ветерка. В городе вряд ли получится спрятаться от шума суеты. Здесь тишину лишь истридко нарушает звук пилы. Это кто-то из соседей строит баню. Кстати, с соседями Репины живут дружно. Границу участков разделяет лишь сетчатый забор, который совсем скрылся в кустарниках и цветах. Зато отлично видны соседские георгины и вьюнки. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. За 40 минут Коля Филяев из подручных средств смастерил настоящего пирата. Придумал образ и характер персонажа. Нарисовал ему лицо, приклеил волосы и повесил серьгу на ухо. Мне понравилось участвовать в мастер-классе и делать пирата. Больше всего мне понравилось приклеивать волосы. Дома я обязательно буду делать таких пиратов и показывать родным и близким. Пираты на мастер-классе получились самые разные – веселые, грустные, хмурые и забавные. Для того, чтобы сделать аппликацию, ребятам потребовались текстильные нитки, картонная тарелка, ножницы и цветная бумага. Все наши мастерские построены именно на смешении каких-то материалов очень интересных. Иногда зрители приходят к нам, участники творческих мастерских, и удивляются, как вроде бы из простых материалов, из самых вот таких вот необычных, можно сделать очень красивую вещь. Каждый день с понедельника по пятницу в 12.00 юные сравчане могут смастерить игрушки и декоративные композиции. За каждым днем закреплена определенная тема. В понедельник в мастерской будут делать ветроходы, во вторник – зверей из зоопарка. В среду ребята смастерят цветы из цветной бумаги, в четверг – пиратский день, а в пятницу дети будут делать говорящего крокодила. Творческая мастерская в художественной галерее будет работать до конца августа. Записаться на мастер-класс можно по телефону 702-87 и 664-09. Глеб Горностаев в самых ранних лет искал себя в спорте. Были футбол, гимнастика, легкая и тяжелая атлетика. Но остановился мальчик на боксе. Ему нравится спринговаться на ринге. Спринговаться – это драться с соперником своими на руках. Если очень много ударов нанес, а он тебе ноль или меньше, чем ты, то ты выиграл, считай, по раундам. За полтора года в спорте Глеб завоевал в городских и областных соревнованиях 13 медалей. Но главные победы, как он верит, еще впереди. Бокс мне нужен для обороны. Из-за того, что дам ей будет 14 лет, там при спарринге очень тяжело будет завоевывать медали. Вдохновляют на спортивные подвиги Глеба Горностаева коллеги по секции, которые добились в боксе высоких результатов. Например, Даниил Чугунов в свои 16 уже кандидат в мастера спорта. Это звание почетное. Тем более, в моем возрасте его очень тяжело получить. По мужикам проще получить звание. Но это звание многое дает. Примерно меня взяли в сборной области. Я там начал числиться. Мне подарили перчатки, спортивный диспансер мне выделяет бесплатно лекарства, витамины всякие. Даниила Чугунова отобрали на первенство России и Европы. Но в связи с коронавирусом соревнования отменились. Даниил не расстраивается, а говорит, что на смену и этим турнирам придут другие. Сегодня он готовится к первенству области, которые пройдут в эти выходные в Дзержинске. Е4, С6, конь С3, Ж5 и ферзь на Аш5 ставит мат. Таким образом, Александр Лебедев в пять шагов поставил быстрый мат в шахматах. Этому молодого человека научила бабушка еще 20 лет назад. Мальчишкой, наблюдая за тем, как она грамотно переставляет фигуры на черно-белой доске, Александр понял, что хочет стать шахматистом. Шахмат – это, на мой взгляд, довольно-таки очень интересная игра. То есть, чем она, может быть, мне нравится, скажу за всех, что это обычная игра, где у нас полностью информация. То есть, все зависит только, по сути, от самого себя. То есть, здесь не зависит от каких-то неожиданных каких-то ходов, либо как ты подготовился, не подготовился. То есть, все в твоих руках, и все зависит только исключительно от тебя, от твоего знания, умения, твоей подготовки. Александр Лебедев входит в Федерацию шахматистов. Он неоднократно становился чемпионом городских и областных турниров. Больше всего спортсмена привлекают быстрые шахматы. В среднем игра занимает от 30 до 60 минут. На каждый ход у шахматистов минимум времени. Решающим фактором часто становится быстрая реакция и интуиция. У многих шахматистов сила игры в разные виды шахматов, она тоже является различной. Поэтому, если я когда-то обыгрывал международных мастеров и некоторых мастеров в Блице, то это не значит, что я смогу их обыграть в пластических шахматах. И даже, скорее всего, в пластических шахматах они меня будут обыгрывать. В Сарове существует два шахматных объединения для детей и для взрослых. По словам многих опытных игроков, этому виду спорта необходима поддержка. Если шахматистам создадут благоприятные условия для развития, появление новых чемпионов не заставит себя долго ждать. Редактор субтитров А.Семкин